Поезд Победы – символ 9 мая. 74 года назад это был самый трогательный момент в жизни каждого советского человека. Сегодня традиция сохранилась, и уже молодежь, которая благодаря героическому подвигу дедов и прадедов, не знает слова «война» встречает ветеранов вместе с юношами и девушками, представителей городской власти, общественных объединений и военнослужащие. Сегодня стилизованное прибытие на вокзал ветеранов Великой Отечественной войны. И очень важно, что в этих мероприятиях, конечно же, участвует молодежь. Я хочу от имени городского совета депутатов всех поздравить с Днем Победы, пожелать нам, чтобы мы были все здоровы, и чтобы столетия Дня Победы тоже встречали в бодрости и в здравии. Особая, конечно, слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, которые сегодня вместе с нами. После чествования на вокзале ветеранов встречали у мемориала воинам-освободителям. Вместе со своими героями благодарные горожане возложили цветы и венки. Тем самым почтили память павших на полях сражений ради мира и процветания своей родины. События лета 1941 года разделили историю нашей страны на до и после. Сохранить священную память о каждом участнике войны – главная цель республиканской акции «Беларусь помнит». Ушедшие герои смотрят на нас с портретов в руках благодарных потомков. Целый город собирает. Это здорово, что люди помнят, Бобрусь помнит, мы помним. 3000 метров до площади Победы. Это, конечно, несоизмеримо с тем расстоянием, которое прошли наши прадеды и деды во время Великой Отечественной, освобождая нашу страну и всю Европу от немецко-фашистских захватчиков. Но эти три километра спустя 75 лет очень дороги ветераны. Большой праздник, который радует мое сердце всей души. Спасибо большое нашему народу белорусскому, который одержал великую победу над гитлеровской шумой. На фронте, в подполе и в партизанских отрядах бобручане стойко боролись с врагом, приближая счастливый день торжества славы. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для всего советского народа. Только на территории Бобруйска было уничтожено сотни тысяч военнопленных и мирных жителей. Память о них почтили минутой молчания. Сегодня в городе на Березине живут 142 ветерана Великой Отечественной войны. Радуют, что поколение победителей рядом с нами в праздничном строю. Дорогие ветераны, спасибо за победу. Низкий поклон и безграничная благодарность вам за радный подвиг. Сразу после митинга празднование продолжилось. На площади Победы администрации и учреждения Бобруйска организовали тематические площадки. От военного госпиталя до больших стилизованных фотозон. Она состоит фактически из трех зон. Первая зона – это раненые бойцы. Очень хорошо и в театральном таком вот направлении показано, как бойцы с линии фронта поступают в медсамбат, им тут же оказывается первая помощь. Наш отдел технического творчества предоставил две фотозоны для того, чтобы люди могли проникнуться эпохой тех лет, посмотреть, как жили люди в то время. Одна фотозона представляет из себя комнату, квартиру в период Великой Отечественной войны, а вторая – полевые условия, палатка и все сопутствующие. Празднование проходило и в спортивном формате. Сотрудники предприятий, учащиеся школ и колледжей соревновались в беге в рамках эстафеты на призы газеты «Бобруйское житё». В это же время автомобилисты и мотоциклисты под громогласные гудки и клаксоны проехали большой колонной по главной транспортной артерии города. Пробег «Спасибо деду за победу» собрал порядка 150 машин и байков. Это рекордное количество участников за последние несколько лет. Белорусский союз женщин порадовал горожан танцевальным флэшмобом «Синий платочек». В молодёжном парке до самого вечера работали тематические площадки. Звучали песни в исполнении творческих коллективов «Бобруйска». Завершилось празднование Дня Победы просмотром военного фильма в кинотеатре под открытым небом. Елена Кутузова, Евгений Юшковский, Мария Бересневич, Людмила Любимцева, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Иван Боровой. Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова